Темношный бой Темношный бой это не какой-то мордобой То есть вышел и мое желание Просто взять и Победить, избить Свалить его, снег Запинать, как у нас сейчас Многие драки происходят Это своего рода искусство Были бойцы известные На все окрестные села и деревни На всю Волос В уездах были известные Кулачные бойцы И в других случаях участвовали Так как традиция какая-то Аналогия отдаленная рыцарским Европейским турниром И приемы боя Передавались из поколения в поколение Не драка ради драки Ради драки можно куда угодно Пойти подраться А тут это же для чего-то Это же обусловлено Какими-то обрядовыми Потребностями Это же не просто так вышли подрались Это определенное место Это определенное время Определенные люди Определенного возраста Определенного склада характера Совершенно все определено Все четко по полочкам разложено Гуляновская область Тот район, регион Который мы нашли Это Корсунский район Как правило он заселялся Казаками и стрельцами То есть это военные люди И скорее всего от них Как раз идут вот эти все Наши боевые традиции Кулачные бои Даже там разные виды борьбы На ходе Значит здесь Интересна такая тенденция Как бы вот по Уляровской области Ну последние данные подтверждаются Это и по Самарской области То что кулачный бой Бытовал Среди русского населения То есть есть деревни Где живут русские Значит это сто процентов Там был кулачный бой Бои были серьезные Потому что там мужички были Вот как допустим мой папа Ну таких было там Может быть человек 3-4 Как мой отец Которые значит редко Кто их значит мог побеждать Таким образом Если удар наносил допустим отец Ну и я сам потом значит Бил я вот таким образом значит Так что людям доставалось и попадало И слабые конечно против их не становились Если весь мир причесывать под гребенку Восточных единоборств Это я считаю будет немножко неправильно Они молодцы то Они молодцы Но они в своем молодцы Мы молодцы в своем Вот И вот мы как бы занимаясь Я занимаюсь бузой Как бы всю жизнь это дело изучаю Исследую Вот Интересно что же было у русских И как это развивалось Значит сначала выходили Молодежь Совсем маленькие старики Так А ну детишки давай давай Подерись 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 Вот Заставляли потом постарше 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 Пацанов вот таких вот С друг с дружкой стукнут Да Все там кровь Ну а что кулаком Ничего с ней сделаешь И вот тут начинается уже сходить народ А народу Это я не знаю Тима Вот тима прям В Тагая допустим Был наоборот Начало дрались Сильные И это было я считаю Такой как бы У народа такой педагогический ход что ли А молодежь смотрит как дерутся Перенимает опыт Перенимает дух Перенимает вот этот азарт И потом уже молодежь выходит И как они старики То есть вот в Тагае вот так было У Рена Карлинском вот так было Мы много не дрались Разманивали Вот Давай Кто как По силе По силе возможности Да Вот Вышли Вот Наносит удар Сразу Не то что как боксом А в крестьянске По мужицке Без бокса 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 В Ренном Карлинском стенка начиналась даже еще Немножко раньше Первое что они делали Устраивали собачьи бои Мне так кажется Что народ Смотря на эти бои Немножко внутренне тоже Ну как бы Ярился что ли Тоже в охотку Такую Ага Вот Уже все Заряжались Заряжалась И потом Потихоньку Организовывалась стенка И шла драка Вот Дядь Леша Сачок Ее фамилия Сачков Он любитель Стравить Был собак И вот Стравить собак Сами готовы Что нибудь не так И все И вот Тукай И давай Вот Такие вот Все Айда один Айда И пошло Бишкаевский район У нас там гуще дрались С погон вверх То есть гусиные бои Также устраивались там Петушиные бои Насколько я помню Драка начиналась С того Что начинают Петухов Стравливать Это вот у вас там В Карлинском Карлинской С той стороны И с другой стороны Это значит Кураедовка Пышовка На Карлинских И Холмогорских Вот Чей там петух Это И тут уже Начинают Вот эти силачи А тут уже Толпа При это Прибавляется Гонят туда И так вот Там не обижались Что кто-то Вот Кого-то Замнет Или какой-то Это Ну Поддых Или чего Биль Просто так По это Ну И никакого Зла Потом шли Пили вино Правила в стенке Были Как я понял Все же Немножко Берегли Друг друга Потому что Наша стенка Ульяновская Это не был Беспредел Это не было Какое-то там Сборище Пьяных С топорами С вилами Нет К этому Старики Относятся Категорически Плохо Когда начинаешь Там спрашивать А как Вот там С палками О Про это Никто говорить Не хочет Я Говорит Тебе даже Не буду Это Говорит Все Это Водки Перепились Похватали Ну Вот он Подлавливаешь Ходишь У них Отношение Было Как к какому-то Спортивному Янобору Как к спорту Что-то такое Поэтому были правила Ограниченные Конечно Сильно Ограниченные Удары ногами Там не было Ничего Хотя там Старину Могли Где-то Что-то Коленкой Поддеть Но как правило Бились руками Святым кулаком Да погрешная шея Вот такое Как Егорчик Говорил Лежащим Ни в коем Разе Не бить Упал Все это Святое Соответственно Даже были там Приемы То есть Мог человек Упасть Мог человек На колени Встать Руки Поднять Его не трогали Естественно Бились без Закладок Всяких Без свинчаток Без ножей Это вообще Это жестко Даже каралось И пресекалось Там были пару Случаев Из города Приезжали Может на стенку Приезжали У нас Отовсюду В Гулянцев Из города Там такие Молодчики Вот Наказывали Избивали Там Не знаю Потом такого Человека Просто Жестко Наказывали Тогда не было Хитрых Тогда Идешь Друг на друга Никакой Никаким Стоя предметом Не ударят Ни ножом Ничем Это Считалось Преступлением И свои Накажут Если Это Тинькаш Что-то Принес Ему Все Уши Обгрызут Как говорили У нас На моей памяти Я тоже Вот была На этой Драке Так же Вот идет Драк И вдруг Кто-то Закричал Кровь Кровь Вот я Как сейчас Помню И разошлись Сразу Я смотрю Действительно Там кровь Течет Все говорят Лезвием Кто-то Ширпал Лезвием Сразу Все Останавливается И начинает Искать Все Кто же Это сделал Чтобы его Наказать Чтобы такого Больше никогда Не повторял Я рассказывал Как на Белозерского Старика Ой На нашего Старика Белозерского Он сидел Вот это С ним Васька сидит Сын А ему 70 Или 5 Или 6 Был уже Он в лаптях Вот Добро Набут И так Сидят Отдыхают На заваленке Васька Трвется Наших Теснят Наших Теснят Вот так Васька Без меня Побьют Одна минута Васька Без меня Побьют Держат Его И вот Когда сравнялись Этого Старика И Ваську Нельзя было Трогать Они сидят Не дерутся Они отдыхают Все Они неприкосновенны Вот каков закон А Белозерский Один Взял Да еще Не Васьки А старику Потому что Старик Мощнее Васьки Оп И он Бьет Вон как Вы понимаете После его Как снопы Лежат Линьи Когда он Идет Вот Ему Сидящему Дали Старику И у него Паусан Кровь Он Псал Васька И пошел И пошел И пошел И пошел У них был Немой У Белозерцев Вот этот Старик У нас А этот Белозерский Немой Вот Значит Немой Ух Вот этот Дед Пацкай Как Не разбирая Что он Не в этом Ряду Как Его Огрет Он тоже Чуть не Как я Сальп Сыграл Вскакивает Бежать Он ее Как еще В полузатылок В полух Отдаст Он Кубарем Вскакивает А он К нему Опять Он Брех на спину Руки Ноги Понял Хватит Говорит Не надо Больше Не надо Все Он ушел И больше ее Не тронул Никогда Но вот за то Что его Сидящего Вот он Вот как Учили Правила Вот это Учили Правила Добы Ты Какой бы Ты ни был Шишкарь Или властелин Или вожак Или кто Но ты Не должен Превышать Законы Данные Кем Стариками Дедами Вот Все Предки дали Исполняли Удары головой Были в стенке Они интересно Использовались Были даже Любители Таких Драк Он говорит Даже Кулака Не могут Но головой Бил Очень резко Бил Даже С дистанцией Мог Прыгнуть И ударить То есть Это были Удары Как с дистанцией Наносились Резко Неожиданно Так Допустим В процессе Вот этой толкотни Как дядь Саша Показывал То есть Подныриваешь Человека Поднимаешь Сам Подсаживаешь И потом Его Натягиваешь Головой Бьешь Ты Меня Легу дальше Не можешь И я Не могу Дать Пусть он Я Делаю Приксел Один Говорит Ну Девай Говорит Петр Егорыч Часто же От захватов Показывал Головой Бил Раз И он Как правило Бил Один Два Раза Еще один Дедок Показывал Как без Дистанции Уход Если человек Стоит В него Прыгаешь Руки Разводишь Как в воду Ныряешь Руки Разводишь И головой Дальше Влетаешь Вот он схватил А я в это время Вот так Пару раз Вот вы меня Так связали Я вас беру За руководку И вот так Вот дальше Я вас Калачу Вы защищаете Раз Раз Если не стою Я подкрыл Был удар Тычок То есть Если мы Машемся Я просто Руку выкидывал И человек Нарывался Но здесь Надо было Поймать То есть Скорее всего Чувствовали Дистанцию Когда он Шел Раз Руку Выкидывали Был удар В торец Это уже С размаха Шел Вот здесь Раз Ну как бы Обычный Прямой удар Был интересный Удар С пырка Вот с пырка Удар Только я у нас Встречал Здесь тоже Надо было Подлавливать Допустим Иха стенка Бежит Мы отступаем И резко Я выкидываю Руки Два кулака Под челюсть Ну и тут Человек Подлетал И ноги Вот так Подлетали Был интересный Удар Самкрутом Тоже Мне один Дядька Показывал Он дрался Ну что Били так Так Больк не стал Рассказывать А потом Мне говорит Смотри Самкрутом Били А как То есть при ударе Допустим В тело В момент касания Вкручивался кулак Не в момент развития удара Как это обычно Ну в карате Допустим Да Вот эти все дела Нет Когда уже Рука прилетала Вкручивается То же самое Могло случиться И в лицо Когда удар влетал В конце Она вкручивалась Я говорю А для чего А говорит Шкуру рвет Локтями Если достаешь Могли отсюда лупануть Отсюда лупануть Это нормально считалось Прихваты за одежду были То есть вот удар идет Разбил Крутанул сюда Раз Второй рукой Поддал Вот так С натягом сюда Натягивали Вот эти все вещи После той поездки Для меня было открытие Вот эти два удара Потому что вот один Показывал Как он натягивал Там схватившись И вот удар Наносился В нижнюю часть Живота Вот эти места И он попадал И тут я так думаю Как бы выстраиваться Такая палка Жесткая Ты как бы этой палкой Вот удар Сюда Вот сюда Бился А вот что С чего плеча Значит вот как Сверху Вот накрывали Вот по этому месту А этой рукой Подлавливали То есть я вот Уцепился Его Я ее не пушу Если я ее поймал Понеслась 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 И им уже тут не интересно драться, и там где-то возле Казани, не знаю, где-то там уж крупно, драк уж больно, вот, айда, пойдем туда, кто нас там победит или нет, ну ладно, идут, день, два, три, навстречу подать вот такой вот им, где-то там, где у вас драк-то? Да вот тут, тут, да, ну она, говорит, это, кончилась уж драка-то, нет, вы опоздали, ребятишки, ну тебе, говорит, ну что делать-то, давай ехать метели, ну давай, говорит, очнулись, оба в кубете лежим, встали вот так вот друг к другу, вот это бьет, как бароним зубам. Вот такой интересный случай, значит, идет стенка на улице, масленица, ну и мужик дома сидит, хочется подраться, все кипит, жена, куда ты на кулаки ходить, старый дурак, детей полнохаты, ты все на кулаки бегать, ага, что же делать-то, хочется, хочется, ага, жена отвернулась, он молоток берет и в окошко кидает молоток, стекла, дрынь, полетели, он, ах, паразиты, стекло разбили, вот я им сейчас, и вылетает, и понеслась, вот такое было, на кураже все было. На масленицу вот первый день дерутся, тут днем на базаре, и проводом зима зима дерутся. Ну приходит, вот, отец, такой к сыну, да, к сыну пошли, подержим, что ли, подерживаются, там брат с братом дерутся, это значит на масленицу, проверить, как сын готов драться. Брат, брат, старший брат, ваш, давай, попробуй, как он готов так было. Вот эти дрались на масленицу, вот Сашкин отец, дядя мой, дядя Еня, и брат его, еще дядя Леша был, мельник в Устине, тот высокий, под два метра здоровый, как вот сюда начнут бить-то, он приезжает сюда, с Устиной, к брату, он выпьет, и целый, от сутра, и часов до трех. Вот, еще нужно, вот, еще музыка, вот, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Стенку, как я понял, как я увидел, как мне рассказывал, она была немножко разных видов. Вот, допустим, у Рена Карлинская там часто дрались, ну, в то время зимы были другие, масленица еще была, снег лежал, дрались на дороге. Потому что снег у тебя под ногами, можно смело падать, с боков сугробы, и стенка была как бы узкая, то есть мы так прикидывали, ну, ширина стенки, это 4 человека могут спокойно стоять, махать руками, это вот была ширина стенки. Вот мы встали, вот так вот, а здесь у нас стена стоит. За нами, за мной стена, за нем стена. Да, как дорога есть, там ширина, скажем, метров, ну, сколько она, 5 может, да, вот по всю стену, эту дорогу стена стоит, и что сзади, ряда 2 мужики стоят. Стенка была в поле еще у нас, то есть собирались в поле, здесь уже вытягивались как бы в линию, и там, в принципе-то, гиды, дерешься как бы, ну, один на один. Вот он, человек перед тобой, ты в основном вот такого порядка. Под Ульяновским, за Кротовкой, за Арским, село, интересно, стенка была, ну, там жили староверы, у них стенка была на мосту, но там именно было 10 на 10. Интересно, говорит, старики выходили с такими, с бородами, с длинными, и одевали перчатки, и вот старики приходили, перчатки ощупывали, и завязывали вот здесь вот, чтобы туда ничего не мог суть. И 10 на 10 вставали, но там была идея не гнать стенку, кто кого перегонит, а как бы на выбывание. Вот 10 на 10 встали, и давай драться. Крой пошла, все, выходи из стенки, ага, и вот так. Этот вышел, значит, этот вышел, и кто останется, тот как бы побеждал. Вот такая была стенка. Как бы вот эти основные три направления стеношного боя, они были. Значит, вот это вот церковь. Здесь собирался народ на кулачку, и от церкви гнали. Кстати, это одна из самых красивых и высоких церквей России. Говорят, 37 метров была высота ее. Вот, все, что осталось, к сожалению. Напротив церкви был базар. Вот эти вот заросли кустарника, это был базар. На базаре народ гулял, немножко выпивал, собак стравливали, молодежь, и потом пошла стенка. И гнали по улице. Вот вся деревня идет одной улицей. Вот она туда идет. Один конец, это у нас слева от церкви. И другой конец. Тут по улице вправо. Вот. Общая длина села 13 километров. То есть гнали капитально километрами. Дрались поэтому очень долго. Очень долго. Ну, конечно же, есть эта стенка, есть эта команда. Там есть своя тактика. Как в любой командной игре. Это безусловно. То же самое у нас было в стеношных боях. Вот. Значит, основное что было? Впереди, допустим, ставили сильных бойцов. А послабже масса, основная масса шла сзади. И как бы эти сильные гнали. А эти просто додавливали, додавливали. И гнали, гнали, выгоняли из деревьев. Могли, говорит, сделать наоборот. Впереди, говорит, поставили слабых. Чтобы те сильные бойцы устали с ними там возиться. А потом уже вступали в бой сильные бойцы. То есть по-разному использовались. Допустим, если шел сильный, здоровый боец. Вот как его можно было взять? Разные были там как бы тактические ходы. Один из них это было, значит, мы там раз, человек пять нас. Давай я его сейчас возьму. Давай, короче, я разбегаюсь, прыгаю в ноги. И тупо вишуню на ногах я его держу. А вы, говорит, подлетаете и окучиваете. Вот такое будет. Это часто используют. Ловушку делали. Дядя Саша Зверев показывал. Когда вот мы стоим, человек к нам прорывается. Мы маленько отходим. Потом боками его зажимаем. И задний строй его лупит. Языкова дедок показывал на плечо брали. Паш, можно. Здесь тоже надо было подловить. Человек там бьет, допустим. Раз, говорит, и все. Я, говорит, вот ты вот как мешок взял и держу. И не пускаю его никуда. Остальные подлетают. Его, значит, метелят. А вот так вот. Раз, податься и... А, вот так, боком как бы на мельницу? Да, и ты на спину подашь. Потом там же, где будет шибка, вот шибка, летят аж они. Ну, который сумеет. И он его держит на спине, а с одной его убьют, да? Да, с другой стороны. То есть он его не сбрасывает с себя? Он именно его как бы... Наоборот, его подержат. Чтобы дольше бить. Держат, который больно задержат, ну, сильно так. Вот их ловит. Чтобы им налупить, и они и строят. Дальше кулачный бой был у нас еще на любака. Ну, на любака, как бы, таких четких, два больших направления по Ульяновской области я увидел, во всяком случае. Да? Это когда, значит, мы договариваемся с тобой, идем подеремся. Да идем просто подеремся, по любови, на любака. То есть это лежачего не бить, там, без добивания, без всего этого, понятно. Или там из-за девчонки, или там какой-то спор возник. Вот на любака выходим. Просто такие были правила, как сказать, простые, народные. Хош, подрался по любви. Внялись после. Никакого, как говорится, зла друг на друга не было. Обычек какой был? Ты первый бей. Нет, ты первый бей. То есть решали, кому бить. Значит, один бьет, второй реагирует на этот удар каким-нибудь способом. И после этого идет, как бы, свободный бой. Вот такого манера была драка. И еще была манера боя один на один. Это большой кувай. Большой кувай. Почему-то там не было стенок у нас. Там был немножко другой бой. Там был бой на удар. То есть вставал человек и держал удар. В лицо не били. И ты ему бьешь. Он выдержал, он тебе бьет. И так до тех пор, пока кто-нибудь не рухнет. Значит, вызывал тот кого-то, тот с кем хотел подраться. Я хочу драться с бармышом. Кличка уличная была. Тоже здоровый был дед. Я его помню. Он тоже, наверное, в этом родился, естественно, в 19 веке. Вызывает руку за спину. Если кулашный бой, значит, это честный бой. То есть бьют по... Вот, в лицо не бьют. То есть от подбородка и до пояса. Чуть пониже или там до пояса. То есть обговаривают условия. Бьют именно в грудь. Для того, чтобы почувствовать удар. Вот именно удар действительно моего соперника. Бросают сначала монетку, кто первый бьет. Монетку бросили, значит, я подхожу, бью. Встаю, забираю себе любую позу. Если я его сразу не сбил до такого момента, чтобы он выключился или не мог дышать, значит, я не победил. Он встает у себя вошли. Он встает, он бьет, он. То есть я уже встаю, позу принимаю такую, чтобы устоять. Ну, были случаи, даже вот раньше же все верили в Бога. Носили кресты алюминиевые, большие такие. Крест вбивали в грудь. Там кровища, все. А все равно встает и дальше... Бой на удар, когда, значит, большой кувай, когда один на один били. Значит, я еще раз говорю, там в лицо не били. Но, значит, было как бы такое испытание. В это испытание были очень сильные люди в деревнях. Ну, там, чрезвычайной силой. Там про них целые легенды ходят. Там один был, Овечкин такой. Вот он, как... Ну, палку перетягивать сидя, наверное, все знают, да? Сели, стопами уперлись, только уперетянут. Так вот, он садился на землю. Каблуками упирался в землю. Брал в руки палку. И к палке привязывали вожжи. И вожжи потом привязывали за лошадь. Вот лошадь его не могла сдвинуть. То есть, вот такой был чрезвычайно сильный. Вот когда такие двое сильных сходились, как две горы, вот они не могли друг друга обойти. И им надо обязательно как-то было помериться с силой. Рассказывал сосед. Я говорю, неужели прав, да, дедушка мой, говорит? Да, говорит, точно. Он же силач тоже был, поляк. Громоватый. И вот шил, шил, приехал к нему тоже силач. Узнал, что это силач? Давай к нему. У него изба вот больше наша, наверное, была. Старая изба тут. Павел Сергеевич, давай вот. Давай силой померимся, давай. Сили на пол. Ноги вот так. Уперли ноги друг другу. Скалку. Честно рассучивают. Вот берут вот так скалку. Вот кто кого перетянет. И никто никого. Вот встают. Давай биться. Порже ударить. Кто вытерет, кто не вытерет. Вообщем. В корзинке пиво. Вот он рассказывал. Понятно. А я говорю, а сколько в корзинку? 24 бутылки. В корзину купил. Входит. Вот давай. Бавушка мочишь. Блины пекла. Он. Мача. Дай-ка понякать. Дай-ка сковородник. Вот так. Взяли сковородник. Кому бить первому? Досталось. Шилдским. Шилдский бить будет. Его понякать. Я говорю. Мача-то плакать. Сейчас он убьет. И ладно. Все. Садись на стул. Сел. На стул сижу. Бей. Вот в чем хочешь. Он говорит. Разворачиваться. Как мне дал вот сюда. Вот. У меня через что-то так. Кровь пошла тут. И все. Убил. Я говорю. Я вот так вот. Она хрустит. Там поправил. Кровь утер. Воды холодные. А у меня живот вот так вот. Вот тот был. Зател водой. Сплоснул во рту. Садись. Твою мать. Посадил. Готя на стул. Размахнулся. Как давый. Пензачок и рубашка. Брюх ему распорол. И киски. Гот. Выбрелись на колен. И вот. Который. Его привез. Вези. Пил сюда. И его домой. Вези. Готя не нужен. Вот дед был Колчак. Не знаю. Живой. Нет. Такое у него там как бы местное прозвище. Колчак. Я говорю. Когда вот дрались мужики. Ну вот он говорит. На Масленцу. На Масленцу. На Троицу могли. На Троицу где-то подраться. Я говорю. А дети когда дрались. Он такой задумался. У нас говорит. Как-то дети все время дрались. То есть это вот мы говорим о той подготовке. Откуда что бралось. Какие что школы на Аруси были. Да вот так дрались. Дрались с детства. Как бить. Куда бить. Старшие ребята подсказывали. Дядьки были. Старики уже. Подходили тоже. Ну ты чего там. Давай-ка вот так вот так бей. То есть вот такая была живая преемственность. Она вот была связана. Она вот была связана. Не было гуру каких-то великих там учителей. Там сенсей. Это все чушь собачья. Это все было в традиции. Каждый мужик в деревне мог драться. Вот что значит русская душа. Да вот недаром говорят русская душа. Пусть мы будем жить не в нищете. Не хватает денег. Да вот все говорят денег не хватает. Что бы ни было все равно душа русская. Вот она простая душа. Рубах все так говорят. Вот что значит. Александра Ивановича Зверева. Значит мать. Тетя Трая. Бабушка Рая. Раиса. У нее был первый муж. Потом стал второй муж. Потому что первого мужа убили на дно войне. Вот первый муж. У нее был заядлый кулачник тоже. Даже яркий момент у нее. Как она вспоминала. Рассказывала. Свадьба. Ну я говорит сижу. Такая наряженная. Вся в цветах. Уже вот. У свадьбы. А его то нет. Жениха то нет. А жених то дерется. Как же. Там же стенка идет. Он дерется. Ну и что. И приходит. Одна рука висит. Тут глаз заплыл. Вот мы пошли. Под венец. Вот так вот. Ты где-то меня орай за руку. Потихоньку держи. Рука от меня болит. То есть вот. Вот такие люди. Вот он наверное где-то и погиб. То что на войне там в первых рядах то и пошел. То что был кулачник. Был защитник вроде. Ну вот я думаю как. Может быть правда у меня ум слишком плоский. Не знаю. Люди. Это старинные обычаи. Люди без ножей. По совести. Не причиняя. Собьют вот с ног. Да и замнут. Не было такого. Не было. Ну зачем было такое. Тут наоборот нам. Вот это мужики настоящие. Не трущи. Тогда пошел. Поэтому все вот эти кулачные бои. Ну это. Это часть нашей общей большой культуры. Скажем так. Культуры той местной. И это очень важная составляющая часть. Без нее я думаю не было бы. И нас с вами не было бы. И России. И всего остального. Потому что русский человек. Это не колбасник. Еще раз говорю. Это человек боец. Человек всегда защищал свою родину. Человек защищал другие народы. Потому что доходили мы до Берлина. Доходили мы до Парижа. Чтобы быть таким человеком. Нужен определенный склад ума. Склад характера. Побить, побить, побить хотели, побить собирались. А мы сами хулиганы. От вода ждалища. Парижа. 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 Продолжение следует...